Итак, мы продолжаем. Мы находимся на форуме Customer Day. Начинаем разбираться, продолжаем разбираться. Теперь с нашим гостем Арсеном, экспертом по поведенческой экономике и вообще по потребительскому поведению. Много где, и ты уже выступал на эту тему, и вообще много спикеров говорят о том, что важно переходить в сторону модели, такой клиент-ориентированной, отношение-ориентированной модели, что продукт-ориентированная модель, она в каком-то смысле изживает, что для себя, как менее эффективная. Вот на твой взгляд, ну, наверное, давай сначала представимся все-таки, ну, то есть расскажи в двух словах про себя, и потом мы сейчас во всю эту дискуссию уйдем. Да, ты правильно сказал, я эксперт в дизайне человеческого поведения, не только потребительского, но и гражданского, и сотрудников поведения и так далее. Управляющий партнером Russian Behavioral Unit, консалдивой компании, которая занимается тем, что внедряет человека центричный, новый уровень уже клиент-центричности, в финансовые компании, в госучреждения и так далее. Для чего? Для того, чтобы повышать эффективность управления и прибыльность бизнеса. Да, и вот как раз сегодня в какую-то рамку разговора хочется задать, что вот если все так круто, почему же это до сих пор не имеет такого массового спроса? Это отличный вопрос, это вообще супер вопрос, как я увидел, что он выйдет и прям обрадовался. Смотрите, в чем тема. Тут на две эти части надо разделить. Первая часть, как клиента-центричность, как типа, что мы должны делать, чтобы стать клиента-центричными, там, компания. Типа мы должны, первое, это отвечать на потребности клиента, все это понимают, да? Но что именно, во что это должно быть реализовано, какие функции, какие должности, какие KPI быть, какой софт должен стоять в компании, какие процессы должны быть, какая культура должна быть в компании. Это нигде не прописано. Есть различные методологии, но менеджеров их не учат. То есть, если кто-то грамотный, что-то сам изучает, можешь найти, но придешь в компанию, не знает. То есть, концепция клиента-центричности, она бестелесная. Это первая проблема. То есть, нету, грубо говоря, если ты скажешь, нам нужно сделать хороший сайт, у людей уже есть понимание. Ага, хороший сайт, это не тормозит, удобно в телефоне, я найду сразу, что ищу. Вот это хороший сайт. Что такое клиента-центричность? В конкретных действиях нету, это проблема. Второе, это часть этого вопроса, она еще глубже. То есть, первая была, грубо говоря, в менеджменте, а вторая, она в сущности. Что такое клиент? Нету клиента. Почему я говорю о человеко-центричных моделях сейчас? Потому что клиента нету. Это выдуманный образ человека, который компания создала себе для упрощения мировоззрения, чтобы так было проще работать. Клиентов нет. Если я покупаю туалетную бумагу Зева, а не значит, что я ее клиент, значит, что я просто купил ее. Не значит, что я к ней шел, думал, какие-то отношения у меня с ней выставят. Нет. Я просто среагировал на какой-то триггер. И все вот эта тема по поводу того, что у нашей компании есть клиент, и вокруг него выстраиваем бизнес, он означает неадекватное восприятие компании и роль компании в жизни человека. Даже такие мощные компании, как банк для человека, это малейшая составная часть его жизни. Поэтому мы говорим о человеко-центричности. Когда за единицу, вокруг чего центрироваться, мы берем набор реакций человека, разнесенный на всем жизненном цикле. Момент, когда он впервые столкнулся с потребностью, до бесконечности. И вот в чем отличие клиента от человеко-центричности? Что клиент, мы считаем, что он какой-то субъект, который существует с потребностью, с целью, пришел, взял, и у него есть набор каких-то, как у звезд Райта, да? То есть вот сделай мне раз, два, три, и я тебе куплю. Нет, такого не существует. Есть человек, который как-то движется по своей жизни, сталкиваясь раздражителем, на них как-то реагируя, и так всяко приходя к тебе. Вот когда компания начинает понимать, что она всего лишь, вся ее сущность, это правильно подложить либо раздражитель, либо ответ на этот раздражитель, клиент, чтобы он сводился, или билерный шарик к тебе откатился, то тогда уже появляется понимание, более-менее понимание. Тогда это мы называем human-centric thinking, когда ты понимаешь, что клиент – это не рациональный субъект с запросом к тебе, а это человек, который оказался в данный момент, в данном контексте, и с определенными моделями реакции на раздражителя. И этот человек в зависимости от того, в какой точке находится, пришел, обслуживается, пишет отзыв, решил допкупить. У него абсолютно разные реакции и разные запросы в компанию. То есть это он постоянно меняется. А что касается менеджмента, тут тоже не все так однозначно, но и движется к разрешению проблемы. Появилась методология customer experience management. То есть если раньше был, грубо говоря, маркетинг как что-то общее, как наука удовлетворения потребностей людей, то сейчас появляется методология, формируется на Западе, потихоньку в Россию возвращается. Customer experience management, когда вместо каких-то удовлетворения потребностей клиентов в общем понятии, на компании предлагается набор инструментов по ведению клиента, инструментов по ведению клиента в протяжении, пока он проживает жизнь с компанией. И здесь все уточняется, туманность исчезает, и клиента-центричность становится уже как бы не каким-то понятием и концепцией, а конкретным менеджментом набором инструментов. Вот про это можно поговорить. Как давно вообще вот это направление развивается? Customer experience… Это все эволюционно. То есть трудно сказать, что вот когда-то был котлер, а потом он сдох, его концепция, и пошел там другой подход. Это все эволюционно перетекает. Но я могу сказать, что, наверное, на Западе это с 2014-2015 года Customer Experience стал главной точкой роста. В России еще не стал, несмотря на это замечательное мероприятие, которое двигает, лучшее, я считаю, мероприятие, которое двигает культуру управления клиентским опытом, как главным конкурентным преимуществом. Но в России еще этого нет. Компании на старте, поднимаются только на эту волну, понимают, что более иначе. Привлекать новых клиентов все дороже и дороже. Надо как-то увеличивать прибыльность за счет текущих и как-то расти за счет текущих. Жизнь заставляет. И как это сделать? Конечно, нужно все инструменты разрозненные, которые раскинуты сейчас по компании, влияющие на клиентский опыт, собрать, выстроить вокруг единой стратегии и управлять центрированно всем этим. Создать Customer Experience стратегию. Вот это мы в моменте этого. Да, есть у тебя какое-то видение каких-то классных примеров компаний, на которых стоит ориентироваться, которые уже какую-то часть внедрили в свою жизнь? Хороший вопрос. Когда на него отвечаешь, например, говоришь, обязательно идутся люди, которые «А, нет, вот у меня жалобы на эту компанию, а, нет, они вот косячат». Я считаю, что… Это мое субъективное мнение, это не экспертная оценка. Я считаю, что отлично работает с клиентами, с поставкой предложения на рынок и взаимодействие клиентским опытом. Это компания Ашан. Несмотря на то, что это не премиальный сегмент, Ашан. Также считаю, что отлично работает соседи, выступающие Тинков Банк в плане управления клиентской ценностью, клиентским опытом подставки ценности на рынок. Кусвилл. А? Кусвилл. Кусвилл я просто не сталкивался с ним. У меня нет опыта взаимодействия с ним, я никого не знаю, оттуда не меня анализировал. Ну, наверное, так вот сходу, пока вы пускаете, две компании будут. Ну и в процентном… Слишком низшего, мне кажется. Я не знаю объем рынка, мне кажется, ну, мало. Касмир экспириенс – это амбиции лидера. Вот Ашан – это лидер, да, и у него действительно выстроено так, что это не выглядит как заявка, что мы не такие, как все, мы чем-то лучше, конкретным, там, экологичный, там, или что-то еще. Да, и ты сказал, что это пока какая-то бестелесная структура, что это в каком-то смысле такой рукотворный каждый раз процесс, да, вот этой сборки, исследования и так далее. Был, был, бестелесный. Вот это, смотри, какая эволюция. Клента, с понятием было все, клиента-ориентированность. Я говорю, что так говорят. Ты, по-моему, говорил это словно, колхозники еще там из регионов, клиента-ориентированность. А потом появились умники, которые говорят клиента-центричность, и сейчас, как бы, кто познал жизнь, тот говорит человеко-центричность. Это шутка, но примерно такая эволюция была, да. Когда клиента-ориентированность, говорили, что надо на потребности ориентироваться. Ну, окей, а на что еще, очевидно? Потом появилась клиента-центричность, нужно как-то процессы вокруг клиента выстраивать. Окей, ну, вокруг клиента что конкретно? Вокруг чего именно? Когда появился Customer Experience Management или человеко-центричность, появилось понятие не клиент в целом, а клиентский опыт. А клиентский опыт – это уже замер. И не просто клиент, а человеческий опыт. Потому что опыт – это всегда больше, чем просто экономические отношения. Это эмоциональный, это и контекст. Все, появился человек. И все-таки, да, там, я не знаю, согласишься, нет, нам, например, процентов 90, а то и больше компаний этим вообще не задумываются. Почему? Потому, да, не задумываются. Ну, давай так, разделим. Это история лидеров, еще раз скажу. Лидеры задумываются, и там процентов, наверное, 30 в России, кто думает, окей. То есть, если вы не лидеры и не планируете быть лидерами, можете выключить этот проследствия. Ну да, эволюция – это не… Мы говорим только про сильных и усиливаем сильнейших. Эволюция – это не обязанность. Поэтому это просто лидеры задумываются, кто-то больше понимает, кто-то меньше, но в этом направлении двигаются. Почему? Есть проблема, есть проблема, да. Customer Experience Management, он тоже имеет множество моделей. Ну, менеджмент – такая история, это не математика, он имеет модели. И в России еще, во-первых, нет культуры, в принципе, построения бизнес-моделей, потому что это сложно, долго. В России есть культура быстро запустить продукт, быстро запустить проект, собрать бабки. И это понятно, среда такая. Окей, с этим никто не спорит, надо выживать, предприниматели так должны себя вести. Но если ты все-таки надеешься и видишь, что твой бизнес через 2-3 года не умер, дальше двигается 10 лет, 15, ты уже думаешь, блин, надо думать о модели, чтобы это все работало с минимальными затратами. И тогда они начинают обращаться уже к нам или к коллегам нашим и говорят, слушай, а как это все сделать, чтобы не каждый раз рождение нового продукта или нового проекта в моей компании не было как чудом. Я хочу, чтобы это было запланировано, я хочу, чтобы было воспроизводство крутых проектов, я хочу, чтобы было ритмичное, эффективное развитие. Появляется модель. Как понять вот компании, эту вообще штуку стоит как-то исследовать, изучать или не стоит? Да очень просто, смотрите. Очень классно, очень классная тема, что в России в основном начинают развиваться, когда начинают умирать. Ну, я уж не только в России, у меня на западе все-таки более развитый рынок, там на вперед смотря, да, и более стабильный. В России у нас начал умирать, подыхать, все, блин, бежим, значит, развиваться. Например, не буду называть бренды, там, топливная компания, да, там, российская. Бензин сейчас минус. Продавать бензин минус. Блин, надо зарабатывать на чем-то другом. Срочно собираемся, экономим на цифровизации, запускаем цифровизацию, экономим на процессах и учимся продавать клиенту что-нибудь кроме бензина. Все. Это выход. Другого выхода нету, да? То есть, если это не будешь делать, ты все, через два года закончишь. Первый критерий. Если вы видите, что смерть неминуема и она близка, и где-то уже за вами уже, значит, пришли, то... Если рынок по 2-30% растет, как росло расстрахование в 2010 году, всем пофигу, ну, что, кэш валится. Как только привлечение нового клиента становится в убыток, как, допустим, некоторые сегменты банковские, да, то есть клиент не успевает сгенерить ту норму прибыли, которая бы оправдала его за привлечение, да, то есть клиент просто в минус. То тогда становится вопрос, блин, а как дальше жить? Не расти мы не можем, потому что сидят конкуренты, но расти надо прибыльно, чтобы не разориться. Все, тогда мы все приходим... Это логично, единственный логичный, здравый смысл и единственный логичный ответ, надо расти за счет собственной базы, если у нас 20 миллионов клиентов, например, или 5 миллионов, но не просто, чтобы они были более прибыльные, или и они у нас покупали больше, но и чтобы они привлекали нас, своих друзей, товарищей и так далее. То есть цифровая молва, самый мощный сейчас инструмент привлечения, и с этим уже никто не спорил. Два года назад мы могли поспорить, сейчас нет. Цифровая молва, это также цель Customer Experience Management. То есть если у вас, значит, если вы действительно чувствуете, что не все хорошо, если у вас есть уже какая-то наработанная база клиентов... Высокий отток, высокие затраты на привлечение, неэффективная конверсия рекламы на привлечение, это как следствие, короткий жизненный цикл клиента, недостаточная прибыль, которая генерит клиент в течение жизни. Ну, я думаю, вот этих симптомов достаточно. Чтобы пойти и почитать, поизучать, посмотреть миллион роликов на YouTube, как минимум? Два пути, да. Ты можешь это все сам изучать, можешь прийти к специалистам. Волка. Единственное, о чем я сегодня говорил, и чувствовал, не услышал у меня аудитория, это всегда большая проблема, когда middle management. Вот эти симптомы решаются с помощью обезболивающих. Недостаточная норма прибыли клиенту, давай впаривать им в кросс-продажи активнее. Чего они покупают у нас в кросс-продажи? Каническая конверсия, блин, давай еще больше рекламу вбухаем, давай креативную рекламу сделаем какую-то. Низкая лояльность, ой, давай бонусы ему там какие-то давать и так далее. Моток, еще что-то. И так это работает. И я даже не могу винить менеджера, потому что, блин, им нужны результаты в течение двух-трех месяцев здесь и сейчас, пока квартал не закрыл, чтобы показать результаты. Им, ну как бы, их среда не заставляет так реагировать. Поэтому основной месседж, который я говорю, если вы, руководитель, вы чувствуете, что у вас есть вот такие проблемы, не мучайте своих менеджеров, чтобы они на каждом своей зоне закрывали потребность, потому что это пластыри будет постоянно отклеиваться, и ранка будет кровоточить, пока вы все не стечете. Вы поймите, что у вас эти проблемы только потому, что внутри сердцевинка гниленькая. Она хорошая, но немножко сейчас подгнила. Даже, чтобы не было обидно, просто она перестала соответствовать той среде, которая вокруг, то есть новая экономика. У вас немножко старенькая. Чтобы адаптировать, нужно проапдейтить, нужно чуть-чуть поменять сердцевинку, и у вас все эти части, пальчики, начнут работать так, что не будет кровоточить. И вот именно сердцевинкой мы называем Customer Experience Management или CX Стратегия. Можно это называть даже Digital Стратегия, если хотите, потому что все, что в компании делается, все делается вокруг клиента для клиента. Digital, не Digital. С чего начать? Диагностики. Customer Experience Диагностика. Понять, в какой зоне у вас наибольшая утечка. И еще раз, почему это важно сделать? Потому что опять хватается за вершину клиентского опыта проблемы с клиентом. Клиентский опыт, это значит проблемы с клиентом. Но тезис сегодняшний. Чтобы построить крутой клиентский опыт, недостаточно просто построить крутой клиентский опыт. Нужно уметь им управлять и его воспроизводить. Поэтому, когда вы видите проблемы с вот этими вышеперечисленными метриками, не бегите сразу их исправлять, а проведите диагностики, и вы, может быть, вскроете, что у вас проблема с моделью управления, либо проблема с культурой. Может просто чуть-чуть подкрутить культуру, и у вас сотрудники с теми же ресурсами, которые есть, будут работать по-другому. Диагностика. Ну вот на уровне, есть ли какие-то инструменты, советы, которые ты бы дал, которые они пока могут для того, чтобы попробовать вот эту диагностику сделать, куда посмотреть? Диагностика это что? Куда градусник-то засунуть? Смотри, я не хочу там про себя говорить, по скромному. Есть несколько компаний в России, международные, в России в том числе. Диагностика это 86 параметров оценки. Вы приглашаете сотрудника, он проводит, изучает дату внутри, изучает исследования, общается с сотрудниками, и по четырем параметрам, это предложение, процесс производства предложения, средства производства предложения, и корпоративная культура, он анализирует и говорит, ага, у тебя либо вы неправильно создаете продукты, грубо говоря, и сервисы, либо у вас недостаточная среда, то есть нету компетенций нужных, нету процессов правильных, нету оргструктуры нужной, чтобы создавать правильные продукты, либо у вас культура не дотягивает. Ну или если вам повезло, то у вас просто проблемы с предложением, чуть-чуть надо не желтые, а красные продавать, да, и все, и у вас попрет. Вот так это работает. Занимает это примерно там, не знаю, это 3-5 месяцев, ну если большая компания, там 10 тысяч человек, например, да, лидер рынка, это 3-4 недели, 3-4 недели месяцев сказал, 3-4 недели до месяца. А попробовать можно с теста этой диагностики, не надо всю компанию сразу диагностировать, можно прийти и сказать, типа, а можешь мою модель, ну там, бизнес-модель продиагностировать, да, и понять, насколько хорошо она приспособлена для создания клиентского опыта. Или просто продиагностирую наш клиентский опыт, скажу, насколько он нормальный, это вообще-то копеечный, это называется CX-аудит, быстренько проверяется, выявляешь, ага, у тебя не дорабатываешь с клиентом на уровне эксплуатации, не дорабатываешь с клиентом на уровне повторных покупок, тут у тебя разрывы. По сути, это анализ Customer Journey Map, вот самый простой нашим языком, то есть с этого начать. Есть ли какая-то зависимость между размером бизнесов и вот важностью этого вопроса? Да, однозначно. Customer Experience не нужен стартапам. Вот это факт. Не нужно париться по поводу того, как ты взаимодействуешь с клиентом, пока у тебя этих клиентов нет. Нужно думать о привлечении, это совсем другой механизм развития рынка. В первую очередь Customer Experience Management нужен компанию с большим, большой собственной базой существующей, которая расти вширь за счет привлечения новых все тяжелее и тяжелее. Поэтому это уже для зрелого, большого бизнеса. Прямо большого, это вот, ну как бы... Ну, зрелый, зрелый это раз. Ну, да, большой в плане, что есть, собственно, база клиентов. Типография в Воронеже, это зрелый? Типография в Воронеже. В зависимости от того, какая, собственно, текущая база. Если она там три заказчика, то он за счет Customer Experience особо не вырастет. Ему надо расти вширь за счет экстенсивного развития. Еще открыть в Тольятти еще одну такую же. Да, может, но там быстрее он сработает, чем с пятого привлечет в Воронеж, например. Можно ли как-то оценить... Ну, то есть мы берем, окей, компанию, у которой устоявшийся бизнес, у нее там есть какая-то база клиентов и так далее. Насколько быстро возврат инвестиций будет на вот эти манипуляции, исследования, внедрения и так далее? Хороший вопрос, смотри. Очень хороший вопрос. Поэтому мы... Ну, постоянно это задают заказчики, да, поэтому мы двигаемся всегда в двух направлениях. Это QuickWins и общая, значит, трансформация. Я, может, вначале не сказал. То есть наша основная экспертиза это создание влюбляющего себя опыта, точки взаимодействия с клиентом, влюбляющего себя и вызывающего привычку. Либо вызывающую привычку. Я считаю, это одно и только... По значимости одинаково важно. Можно ненавидеть, но все равно, если у нас будет привычка, будет покупатель. То есть это дизайн самого взаимодействия. И дизайн модели управления этих множества взаимодействий. Вот эта история долгая. Там минимум, наверное, полтора-два года, когда у тебя значительно пойдет рой. Ну, как бы, возврат с инвестицией, потому что меняется много, долго, и ожидать быстрых результатов не стоит. Только диагностика три недели занимает, да? Три-пять. Вот это быстрое. Изменение одной точки взаимодействия это быстрая история. В зависимости от того, в каком этапе customer journey мы меняем, можно получить за три-четыре, также пять недель уже значительные изменения, вплоть, вот у нас есть кейс, изменения на 50% удержания клиентов только с их дизайном в этой точке. Ну и подводя итог нашему разговору, вот что бы ты от себя, не знаю, посоветовал компаниям, которые увидели, да, смысл в этом, то есть диагностику это была, да? Вот что еще, с чего бы ты рекомендовал начать, что сделать, какие шаги предпринять? Ух, блин, немножко противного пойду, сейчас отвечу на вопрос максимально быстро. Многие компании уже на этом этапе, и многие обожглись, и говорят, это все ерунда. Например, я сейчас, значит, в 2016 году очень, все болели customer journey map. Все говорят, ой, нам срочно нужен customer journey map, чтобы выявить проблемные зоны в опыте клиента, быстро их решить, и получить там, приток денег. И все хотели customer journey map, все им делали, в итоге, значит, первичные проблемы решили, на втором круге проблемы появились снова, но ощущение, что раз мы customer journey сделали, он у нас на доске, на стене висит этот красивый scribing или что-то еще, значит, мы эту проблему закрыли, а раз снова появились новые, значит, неправильно был принят инструмент, и customer journey не работает. Поэтому, наверное, первый мой совет, что не надо, не надо переоценивать значимость инструментов, ни journey map, ни какой-либо там design thinking, ни что-то еще, он, в принципе, не решает проблему полностью, да, он, это нужно повторять, повторять и повторять. Поэтому, я, наверное, могу посоветовать всегда уметь, как бы, двигаться параллельно на длинной дистанции, да, и, самый тупой совет, наверное, быть agility, да, то есть иметь общую стратегию и желание устраивать стратегию на процесс создания клиентской ценности в целом на своей компании, и второе, это разбить его на короткие итерации, там, journey map сделать, six design где-то подкрутить, новый KPI вести, новую должность вести, и так далее. Типа того. Да, спасибо большое, заинтересован, то есть, это правда, все равно важный момент в том, что, с одной стороны, там, вот этот какой-то большой горизонт планирования, вроде бы он теряет смысл, но при этом какая-то большая цель и видение все равно должно быть, да, у компании, но при этом, вот, бесконечное, постоянное исследование движения, какими-то такими короткими, короткими промежутками, что ты тут это попробовал, получилось, не получилось, внедрил, потом попробовал какую-то вторую историю, это, наверное, один из, ну, все равно важных элементов и, если вы видите ценность, в том, что можно из этого что-то создать, увидеть, да, и тем самым привести к некой устойчивости бизнеса в будущем, то, попробуйте, да, скажем, например, у нас было во всей России Hypes Agility, да, был фетиш на то, что надо быстро проекты запускать, быстрее, 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 time to market сокращать, в итоге, что мы получили, из тех продуктов, проект, которые запускаются, ничтожно малый процент выстреливает, а не выстреливает не только потому, что они плохо были запущены, потому что тот или иной продукт, проект, он длительный, у него срок жизни, его надо поддерживать, а вот этот фетиш на быстрые запуски и не видение рынка, как, не видение клиента, как длинные линии, растянутые во времени, а как только вот точка пришла у нас в магазин, вот это есть клиент, убивает, в принципе, значит, как customer experience подход и возможность зарабатывать на клиенте несколько раз на итерациях, вот, и это именно как раз визуализация проблемы, когда у тебя нет единости экстратегии, для тебя клиент это одна точка на входе или там несколько, когда он с проблемами пришел, и твоя задача быстро нагрузить в эту точку максимальное количество продуктов и проектов, с помощью быть отжалить. Вот, мой посыл такой, введьте клиента в течение всего его жизненного цикла, вначале введьте его с помощью понятных инструментов, а потом закрывайте уже скрам-командами отдельные участки, но бедно, спасибо тебе, спасибо тебе, хорошо было.